Наталья, добрый вечер. Слава Украине! Героям слава! Итак, Наталья, известно ли о количествах этих мин, их типы, масштабы, вот этих, собственно, взрывоопасных веществ, снарядов? И вот, простите за такой дилетантский вопрос, как вообще они могли доплыть аж до Одессы? Ну, нужно понимать, что есть такая версия, что подрыв Каховской дамбы был несколько масштабнее, чем рассчитывали сами оккупанты. То, что они планировали подорвать, мы это знали и осознавали, готовились, рассчитывали и понимали масштабы возможной катастрофы. Но анализируя уже сейчас то, что мы имеем на данный момент, мы видим, что позиции, которые они с таким глубоким пониманием дела оборудовали для себя, и те рубежи обороны, которые они строили, в том числе и минно-взрывные ограждения вдоль левого берега, на много ярусов, на много рядов. И мы видели и наблюдали это достаточно длительный период. Все эти ограждения, вся эта первая линия обороны оказалась под водой. И мало того, что покрытая слоем воды, но вот это вот бурное течение и очень сильная, мощная сила движения воды посрывала вот эти минные заграждения, противодесантные, противопехотные, якорные, речные мины, и понесло в огромном потоке вместе со всем мусором, со всеми предметами, которые срывала большая вода, все это в одном потоке понеслось вниз по течению. И прошло Дельту Днепра, прошло Днепровокский лиман. Особенность течения в этой местности такова, что вот действительно оно все выносится в Одесский залив. И там, опять же, по особенностям течения подводных, надводных, прибивает к берегу. Очень часто все, что приносится, кружит долгое время в водоворотах в районе порта Южный и возвращается в направлении Коблева. Это особенность географическая. И вот эта сила воды, и та мощность, и плотность движения водных потоков, она позволила этим минам дрейфовать. То есть противопехотные, противодесантные, речные, якорные мины, сорванные скрепления, стали дрейфующими минами. Их приносит, и достаточно плотно приносит теперь на Одесское побережье. Да, сегодня были обнаружены две таких мины и подорваны. Одна такая мина сдетонировала самопроизвольно в районе неподалеку порта Южный. Это говорит о том, что утверждение военного командования, что линия обороны и прибрежные воды являются линией угрозы, линией опасности и линией обороны, является достоверным и надобным. Наталья, вот вы сказали о том, что российские оккупанты сами не рассчитывали на тот результат, который, те последствия, которые принесет подрыв Каховской гидроэлектростанции. Вы сказали о том, что вода смыла первую линию обороны. Поступали сообщения о том, что этот подрыв Каховской ГЭС унес жизни в том числе и самих российских оккупантов, в которых, естественно, военное командование российских оккупационных войск не предупреждало о таком подрыве Каховской ГЭС. История знает такие примеры, поэтому удивляться нечему. Есть ли информация, очевидно, что посчитать до каждого человека это невозможно, но приблизительная информация, каковы безвозвратные потери российских оккупантов именно вследствие подрыва Каховской ГЭС? На данном этапе этот подсчет действительно усложнен, потому что, во-первых, оберегая секретность операции, многие подразделения оккупационных войск действительно не были предупреждены о планируемых действиях. Во-вторых, когда производилась сама операция по подрыву, связь на левом берегу очень существенно глушилась с максимально возможным эффектом. И многие из тех, кто должны были получить, по идее, сигнал оповещения о том, что необходимо ретироваться с тех позиций, они не смогли его получить, потому что заглушение связи для того, чтобы местные и силы движения сопротивления представителей не могли сообщить об этом украинской стороне, глушение связи происходило практически тотальное. Поэтому уже и своих потеряли, как говорится, как такие неизбежные жертвы. Сейчас участились случаи обнаружения таких тел российских оккупантов, прибитых к берегу после того, как вода начинает спадать. И мы увидим еще больше, исходя из того, что поводок уменьшится. Мы понимаем, что залило не только линии обороны, не только сорвало мины, залило блиндажи, окопы. И, например, полевые пункты боепоставки. То есть фактически очень много опасных предметов может двигаться вместе с потоком воды и прийти на сегодняшний день уже к побережью Одесской области, Николаевской области, Херсонской области, потому что весь путь движения воды фактически имеет специфические завороты внутренних течений, которые могут приносить эти сюрпризы по разным точкам по пути следования. Как видим, Наталья, с подрывом плотины российская армия в очередной раз, что называется, выстрелила себе в ногу. То есть склады они потеряли, первый рубеж обороны они потеряли, вынуждены были отойти еще дальше от Херсона. Как сейчас видится вот эта вот их теперь уже крайняя позиция? Куда теперь они, где они теперь могут закрепиться? Насколько это действительно далеко от самого Херсона? Осознавая масштабы этой трагедии, мы понимаем, что затопило населенные пункты Левобережья, в которых находятся и наши украинские граждане под оккупацией, и они действительно попали в абсолютно чрезвычайные условия в связи с тем, что и эвакуироваться им никто не помогает, и приходится несколько суток находиться в очень таких ограниченных условиях. Мы осознаем также, что площадь затопления сейчас проецируется от 5 до 15 километров от среза воды, то есть это углубление в сторону Левобережья максимально 15 километров. Мы в свое время говорили, что для того, чтобы прекратились такие массированные обстрелы Херсона, нам необходимо зачистить линию хотя бы в 30 километров, для того, чтобы их артиллерия, их реактивные системы залпового огня прекратили такой терроризирующий огонь по Херсонскому правобережью. 15 километров, конечно, меньше, но тем не менее, два дня, которые у них ушли на суету и определение будущих новых позиций, Херсонщина смогла вздохнуть чуть легче, хотя, определяясь хотя бы в одном-двух орудиях, они немедленно наносили удар, в том числе и по районам гуманитарной эвакуации. И все дни, фактически, пока происходила эвакуация, хотя бы несколько прилетов, но они обеспечивали эту территорию, причем очень целенаправленно, били туда, где разворачивались хабы по обобщению людей, которые вышли из зоны трагедии, для того, чтобы их пересортировать, расправить, распределить по потокам, по разным направлениям, где они могут обосноваться, как временно перемещенные особые лица. И вот в этот момент происходили вот эти прилеты. Раненые волонтеры, раненые спасатели, раненые полицейские. Мы снова имеем дело с критическим проявлением терроризма. Сегодняшний день можно охарактеризовать как знаковый, поскольку предыдущие сутки фактически вернули количество обстрелов в те показатели, которые оккупанты старались держать на протяжении долгого времени 70-80 обстрелов за сутки. Вот они пытаются выровнять вот эту вот позицию для того, чтобы продолжать терроризировать людей. И использование управляемых авиабомб. Снова вернулись к этому по Береславскому району, там, где тоже есть населенные пункты, которые пострадали от этого техногенного паводка. Они снова обстреливают, сбрасывают туда управляемые авиабомбы, которые несут ужасающую, разрушающую силу. Наталья, вот есть мнение, что этот подрыв Каховской гидроэлектростанции, он был осуществлен российскими оккупантами в первую очередь для того, чтобы высвободить некое количество собственных сил, имеется в виду военных, и бросить их на другие участки фронта. Можем ли мы сейчас говорить об изменении количества российских оккупантов, которые находятся на левобережье Херсонщины? Пока не посчитаем утопленников, очень сложно. Но при этом мы понимаем, что маневры силами и средствами у них сохраняются. Они, в принципе, на протяжении всей военной кампании этой осуществляли переброс сил с юга на восток для подпитывания новой свежей силой. С востока забирали бригады для того, чтобы их реанимировать, восстановить на южном направлении. Утомившись ожидать, откуда же будет максимально активное действие, понимая подскудно, что это сухопутье запорожского направления, но опасаясь такой отчаянного жеста со стороны сил обороны Украины через Днепр, вот они все-таки применили эту стратегию техногенной катастрофы. Хотя это не остановило силы обороны, это привело к некоторой деформации линии фронта, изменению ее географии, потому что ширина водной поверхности увеличилась, но не изменило наших намерений, не изменило сил и возможностей вооруженных сил Украины, и не изменило тех задумов, которые реализуются и сегодня. И мы уже видели, освобожденные населенные пункты и растерянность оккупантов на этом направлении. Наталья, в завершении хотелось бы уточнить о судьбе Кинбургской косы, на которой тоже сказалось это затопление вследствие взрыва дамбы. Она теперь превратилась фактически в остров, но с другой стороны это в какой-то мере облегчает вооруженным силам Украины, поскольку российские силы теперь там отрезаны от большой земли, в том, чтобы ее деоккупировать. Есть ли такие вот определенные предпосылки к этому, скажем так? На самом деле нужно понимать, что тот процесс разлива воды, который был характерен для перешейка Кинбургской косы, где оно соединяется с материком, он не повредил фактически логистику. Окупанты провели несколько элементов тренировочных таких, использования малой авиации типа вертолетов на случай, если вдруг поднявшаяся вода перекроет дорожное сообщение. Но вода очень быстро сошла, особенность географии, там гигроскопичная почва песчаная, и очень быстро вода поднималась, поднималась и уходила, и фактически логистика не нарушена. На сегодняшний день мы констатируем, что они продолжают ту же самую тактику наездами располагать свои огневые точки, с которых ведут огонь по Очаковскому направлению. Сегодня тоже был обстрелен населенный пункт непосредственно сам город Очаков. Попали в те же расположения, что и раньше. Частные дома, в принципе, никаких военных объектов, рекреационная зона, там, где маленький городок пытался как-то выживать за счет туризма. И слава богу, что обошлось без жертв. Но сам факт того, что они продолжают обстреливать это направление, конечно, снимает с повестки дня вопрос о безопасном маршруте зернового коридора через Днепровокский дима. И именно это и есть их целью на сегодняшний момент. Потому что, я говорила уже, я повторюсь, оккупанты между собой даже в радиоперехватах называют выезд на обстрел Очакова, вот на западные позиции Кенбурнской косы, билет в один конец. То есть они понимают, что приехав туда и отстрелявшись, ну, шанс один на миллион успеть уехать, не получив ответ от силы обороны. Спасибо вам, Наталья. Наталья Гуменюк, начальница Объединенного Координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг, была с нами. Мы обсуждали ситуацию в Херсонской области и на Кенбурнской косе. Анаталья Гуменюк, начальница Объединенного пресс-центра силы, Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok